Приветствую вас, мои дорогие друзья и зрители! Вы на канале Угалина Бери. Запоздалые ролики продолжаются, но отказаться от парижских видео невозможно, и вы поймёте почему. Сегодня мы прикоснёмся к высокой моде месье Диора. Добралась я до Дома Диора на такси, дверцу которого мне открыл любезно лакей, подав руку. О боже! И с этого момента я поддалась магии маэстро Кристиана. Входной билет я купила заранее по интернету за 12 евро по совету Валентины Мадам С. И благодарю её за резонный совет. Спасибо, Валечка! Надеюсь повторить твой маршрут и в Россию. А сейчас, мои дорогие дамы, я приглашаю вас вместе со мной погрузиться в мир моды, прославленного, непревзойдённого кутерье, ставшего классиком. Хотя вы удивитесь, для меня это тоже было открытием. Оказывается, на протяжении всей своей карьеры в модном доме сам Диор был только наёмным сотрудником. Его бренд Диора принадлежал инвестору Бусаку. Ой, не знаю, как у вас, дорогие мои зрители, а у меня аж дух захватывает. Подумать только, этот легендарный особняк по знаменитому адресу Авеню Монтейн Транта был свидетелем коллекции Диора аж с 1946 года. И как раз таки вот 6 марта этого года он открылся после реконструкции. Два с половиной года он был на ремонте. Девочки, какие молодцы! Ну, конечно же, каждому посетителю хочется организовать свою фотосессию, запечатлеть себя на фоне шедевров Кристиана Диора. Везде секьюрити, и в каждом зале расположены видеокамеры. Ну, а по-другому и нельзя. Вы только посмотрите, сколько здесь красоты. И драгоценными камнями расшито платье. И ведь это ручная работа. Конечно же, стиль Кристиана Диора всегда узнаваемый. Посмотрите, какая красота. Белая блузка с отлажным воротником. Утонченная талия манекена подчеркнута поясом. И не спадающий подол юбки. Ну, с меня еще тот эксперт моды. Описывать, конечно же, это трудно непрофессионалу. Но красоту-то, девочки, мы с вами понимаем. Эмоции, конечно, у меня на лице. Я хожу здесь как зачарованная. Посмотрите, очередной шедевр. Ручная работа. Ручная вышивка. А вот слышите звуки, попискивание такое? Это кто-то пересек ограничителей своими аппаратами съемочными. Зашел за черту дозволенного. Шикарные платья. Но то ли еще будет впереди. А с этой девочкой из Бельгии мы познакомились и ходим по выставке вместе, восхищаясь и делясь впечатлениями. А в этом зале, посмотрите, демонстрируются еще и документальные слайды. Великолепные девушки. Так же, как и модели, которые они демонстрируют от Кристиан Диох. Модели на кадрах, которые нам демонстрируют, представлены вот здесь на манекенах в этом зале. Дизайнеры творят, набрасывают эскизы. Вот слева мы видим с вами Кристиан Диора по середине Ивсан Лоран. А мы тем временем попадаем с вами в Святая Святых, где творил легендарный дизайнер одежды. Документальные слайды показаны на стене. Да, вот его бюро, где создавались его эскизы шедевральные. Вот, кстати, и эта же лампа на кадрах показана. Так, еще я вижу на стене цитату Кристиана Диора. Кабины, скорее, примерочные. Примерочные – это отдельный мир, как театральные ложи. У них есть свои кресла, свои лампы и свои зеркала. Они как домики, только заселены феями. И вот одна из них. Вы только посмотрите, какая фея! Ой, я увлеклась. Я нарушила границу, запикала. Да, девочки, скажу я вам, впечатления зашкаливают эмоции. Вечная классика никогда не выходит из моды. Смотрите, какие красивые платья. Вечный горох, изумительная шляпка. Осиная талия напоминает чем-то фигуру Гурченко. А вот, посмотрите, рабочая страница самого мастера-дизайнера Кристиана Диора. Подлинники, так сказать. Да, без так сказать, а подлинники. Вот так Кутюрье создавал свои шедевры. Ой, красивая платьица. Это портрет Кристиана Диора. Портрет маслом в исполнении художника Поля Стрекера. Так, а я отстала от группы специально, чтобы пояснить вам, что же здесь происходит. Месье объясняет на английском и на французском языках процесс поэтапного изготовления сумочки от Диора. Известный дизайн на весь мир. Вот, посмотрите, девочки, одна такая модель уже изготовлена мастерицами. Представляете, эксклюзив в единственном экземпляре. Ручная работа. Изготовленная сумка от Диор при вас, на ваших глазах. Давайте с вами с удовольствием понаблюдаем за процессом изготовления и послушаем месью. ПОТОРАННЫЕ ПОТОРАННЫЕ КОНЕЦИИ Переведу вам немного Из услышанного Стремясь переодеть женщин Послевоенного времени Кристиан Диор предложил им Что-то вдохновляющее Не подозревая, скорее всего Что имя его станет Нарицательным во всем Мире, в мире моды В мире ароматов И не только, еще и в мире Аксессуаров, вот как сейчас Только что мы с вами увидели Его знаменитых сумочек Мы с вами находимся В павильоне вечерних платьев Коктейльных В основном При обладании темных цветов Серые и черные Вот посмотрите Банты украшают платья Блестки Но все дозировано Абсолютно невозможно Сказать, что какая-то деталь Через чур Все настолько гармонично В дизайне у Кристиана Диора Вы согласны со мной, девочки? Пишите в комментариях О боже, а это золотое платье Какой шикардос Что не павильон, то новые эмоции Впечатления Восторг Шляпа меховая Скорее всего, перьевая Монто Супер Я в восторге от этой выставки Девочки, кому доступно Посетить в Париже Эту выставку Кто во Франции живет Ну или в Европе И при возможности Когда вы будете в Париже Очень советую вам побывать На этой выставке В доме Диор Обязательно Вы не пожалеете Это просто сплошной восторг Великолепный дизайн И я представляю Сколько мастериц Струдились скрупулезно Чтобы вышить Вот этими бусинами Этот шедевр Карнавальные платья Так, идемте, идемте Слышу музыку Что здесь за спектакль Боже, струящийся свет Блестки Вечерние платья Скорее всего, бальные Слышу музыку Слышу музыку Браво, браво, месье Диор А вот обратите внимание Девочки, узнали? Наша гордость Наша модель Наталья Водянова Какой восторг Держите меня все Какое колье Одно другого Лучше и неповторимее Шедевры Как все блестит Сверкает Брульянты Не меньше А туфли Вы посмотрите Какой каблук Вот этот дизайн Великолепная брошь Прелесть какая Расшитые каменьями туфельки Различные бусины А вот какое черное Колье Не знаю, правда Из каких камней Ну и, конечно же Вечная классика Леопард И аксессуары И парфюм А вот посмотрите Здесь мы можем С вами Пронаблюдать Эволюцию Флакончика Духов Жадох Не только Флакончика Но и пробки Ну, то есть Полностью Весь Дизайн Этого флакончика Как он Видоизменялся Вы думаете Что экскурсия Заканчивается Ну, да Вы правы Но сказка Продолжается И здесь Вот в этом Уютном Кафе Вы можете Отведать Французскую Вкуснейшую Выпечку И выпить Горячего Вкусного Кофе Как же Не хочется Покидать Этот дом Ставший Символом Утонченного Парижского Стиля Не хочется Уходить Из этого Мира Моды Да Он волшебный Сказочный Но в то же время Очень реальный И для некоторых Даже доступный И мне Очень хочется Поблагодарить Месье Диора И выразить Слова Восторга Его Таланту Мерси Боку Месье Диор Жеву Задор Дорогие Мои дамы Модницы Девочки Предлагаю вам Продлить Эстетическое Удовольствие В бутике Диор Пойдемте-ка вместе со мною развивать насмотренность и возьмем себе на заметку современные модные тенденции. Жду вас в следующем видео. Ну а пока всем пока-пока!